Продолжение следует... Частная история, редко встречаемая, так скажем. Но оказывается, очень много людей, не разобравшись, прямо начинают стройку, открывают свои средства размещения с такой философией, что «а потом разберемся, если что, землю можно перевести». Но, к сожалению, выясняется, что не каждую землю, категорию можно перевести на значение. Особенно это касается, насколько я уже поняла, сельхозземель. Только в этом году мне два раза звонили, один раз из Крыма, один раз из Казани, и говорили о том, что у них проблема с прокуратурой, пришло судебное постановление о закрытии этих средств размещения, которые находятся на землях сельхозназначения. И они с таким удивлением о том, что вот вы представляете, какой произвол у нас творится в стране. Приехала прокуратура, нас закрывают. Мы такие молодцы, вложили сюда очень много денег, развиваемся, хотим на землях русских строить отели, а нас тут приезжают и закрывают. Оказывается, сразу же мой первый вопрос, а на землях с какого назначения вы строите эта сельхозземля, потому что она самая дешевая, как я понимаю, и с этим ничего не сделаешь. То есть перевести эту землю, насколько мне известно, почти невозможно. Поэтому мы сейчас поговорим как раз-таки в начале, я как понимаю, о понятиях, что такое фонд, земельный фонд, какие существуют, категории, назначения. И потом уже переступим к вопросу, как и где эти земли искать. Слово я сейчас передаю Екатерине. Екатерина себя представит. Она как раз-таки юрист, который специализируется на земельном вопросе, защищает клиентов, представляет интересы клиентов в судах и уже на протяжении, я понимаю, 16 лет работает именно в этой сфере. Поэтому Екатерина, передаю вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. У нас сегодня, я предлагаю действительно сделать такой интерактивный эфир. Наверняка многие из вас либо уже подыскали участок, либо уже работают, либо только собираются начинать строить объекты размещения. Поэтому мне будет интересно. Вот у вас внизу есть кнопочка чат. Если вы хотите, вы можете прямо сейчас сбросить кадастровый номер интересующего вас земельного участка, которым вы уже пользуетесь, или который вы присматриваете, или который планируется к покупке. Возможно, уже вы в стадии переговоров находитесь. И мы с вами сегодня по шагам. Я вам дам сегодня те инструменты, по которым вы сможете в дальнейшем развивать уже существующий бизнес, если возникнет необходимость и желание у вас дополнительные площадки для загородного отдыха организовывать. Либо же сможете грамотно выбрать свой первый объект с минимальной помощью земельных юристов и с минимальной помощью агентов недвижимости. Поэтому, если у вас есть на примете такие земельные участки, пожалуйста, скидывайте в чат кадастровый номер и прямо при вас я покажу, на какие информационные ресурсы заходить, что искать, как проверять и на что обращать внимание. Вот вижу, уже первый у нас участник откликнулся. Отлично, Татьяна. Передаю вам большой привет за активность. Если еще участники у нас готовы сообщить с кадастровым номером, Виктория, отлично. Присылайте. Да, мы разберем, сколько успеем. Обязательно посмотрим эти земельные участки. Итак, как мы уже с вами заявлено было в программе, как мы уже сказали, при выборе земельного участка, для того, чтобы не нарваться на штрафы. Самое основное, это нужно обращать внимание на категорию земли и на вид разрешенного использования. В обычном понимании мы говорим еще такие термины, как статус земельного участка или назначение земельного участка. Но на самом деле это назначение, оно определяется сочетанием двух характеристик. Это категория и вид разрешенного использования. Когда вы подыскиваете земельный участок, есть несколько направлений. Например, вы можете подыскать его уже у частного лица, то есть участок, который оформлен в собственности. Либо, может быть, вы захотите сделать переуступку права аренды. Это тоже юридически возможно у частного лица переуступить аренду. Либо третий вариант. Вы будете формировать такой земельный участок с нуля. Если есть те, кто хочет формировать участок с нуля у государства, напишите в чат. И я тогда тоже расскажу, на что обратить внимание, если вы именно с нуля хотите этот земельный участок сформировать. Когда вы будете проводить первую встречу с продавцом земельного участка или с тем лицом, который вам захочет предоставить его в аренду по переуступке, я вот вам сейчас покажу документ, который вы в первую очередь должны будете запросить. Сейчас кущим демонстрацию экрана. Это выписка из ЕГРН. Это вот в первую очередь вы должны смотреть на выписку из ЕГРН. Что она нам дает? Она нам дает, во-первых, возможность посмотреть категорию земель и вид разрешенного использования. Вот сочетание этих двух характеристик для вас является вообще принципиально важным. То есть на что мы в первую очередь смотрим? В первую очередь мы смотрим, конечно, какой вид права, собственность там, либо аренда. Ну вот в конкретной ситуации это собственность, номер регистрации мы видим. Это открытая информация. Вот то, что я вам сейчас показываю. Любой из вас может запросить сведения из ЕГРН при помощи сайта Росреестра либо сторонних сайтов, которые предоставляют эти услуги. Соответственно, мы с вами смотрим категорию вид разрешенного использования. В данном случае это у нас земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Что нам с вами нужно выбирать, если мы хотим обезопасить себя от возможных штрафов и проверок? У нас есть несколько земель, несколько категорий земель, которые подходят под размещение глейпингов, эко-отелей, загородных баз отдыха. Это земли населенных пунктов. Безусловно, это та категория земель, которая достаточно безопасна, потому что если вы в землях населенных пунктов в зоне рекреации размещаете какой-то объект отдыха и туризма, то у вас никаких проблем быть не должно. Это также подходят нам земли природоохранного назначения. Это еще одна категория земель, которая может быть задействована у нас для цели отдыха и рекреации. И в некоторых случаях нам могут подойти земли лесного фонда, потому что такое вид лесопользования, как отдых-рекреация, тоже в соответствии с лесным кодексом допустим. Единственное, что если мы говорим о землях лесного фонда, то оформление таких земельных участков возможно только в аренду. Аренда у нас допускается на срок 49 лет. Дальше мы переходим, если категория нам подходит, дальше мы переходим к виду разрешенного использования. Сейчас у нас действует классификатор видов разрешенного использования. Вот последняя редакция. Сейчас у меня открыта база гарант. Приказ Росреестра от 19 ноября 2020 года. У нас был утвержден классификатор видов разрешенного использования. Их здесь больше 100. И, соответственно, из тех, что нам с вами подходит, это гостиничное обслуживание. Код 47. Сейчас я вам его продемонстрирую на экране. Как он выглядит в расширенном виде. 4.7, гостиничное обслуживание. То есть размещение гостиниц. Если вы, например, хотите... У нас почему-то не показывает. Ну вот, по крайней мере, у меня не демонстрирует экран. Не демонстрирует экран? У меня показано, что демонстрация экрана идет. Нет, у меня сейчас зависла на выписке из ИГРН. А, то есть она включалась, но сейчас вы конкретно не видите, да? Да. Так, это интересно. Просто вот сейчас у нас зависла как раз-таки ИГРН. А у всех участников такая же история? Мне кажется, да. Напишите, пожалуйста, в чат нашим участникам. Я только сейчас ИГРН вижу, я не вижу всего остального. Да, ИГРН на экране, вот все говорят. Напишите, пожалуйста, в чат. Да, только ИГРН на экране. Но это значит, какая-то проблема с зумом. Да, вот мне подсказывают, остановите демонстрацию экрана, заново включите. Давайте мы так и сделаем. Да, потому что у меня очень первый раз такое не видно. Вот, сейчас видно. Отлично. Значит, мы с вами остановились на системе Гарант, где мы рассматривали размещение гостиничного обслуживания. То есть это у нас сейчас открыт с вами классификатор видов разрешенного использования, который был утвержден приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года, номер 0412. Так, я вот сейчас, Екатерина, опять перебью, потому что открыта карта от Уссурийского Владивостока. Так, ну, а сейчас выписка ИГРН. Знаете, что? А, я сейчас, наверное, переключу. Просто кто-то у себя на экране тоже открыл и демонстрирует, демонстрация идет. Кто-то тоже открыл демонстрацию экрана и... Дополнительно, да? Так, вот сейчас мы Гарант видим. Вот, сейчас. Значит, смотрите, код 47, размещение гостиниц. Вам это подходит, если вы планируете строить объекты недвижимости. Потому что сейчас, конечно, у нас люди привыкли к комфорту, привыкли к хорошему отдыху, спа-процедурам и так далее. Поэтому вот этот код 47, он достаточно хорошо подходит, потому что здесь вы можете размещать как объекты капитального строительства, так и вам не запрещено размещать некапитальные объекты. То есть это как составляющая концепции у вас проекта может быть задействована. Также у нас есть еще такой код 50, это отдых, рекреация. Значит, что у нас сюда... Чем он хорош? Он хорош тем, что вот этот код 50, он включает в себя все, что есть ниже. То есть, например, из подвидов нам подходит код 5.2, туристическое обслуживание. Это размещение природно-познавательный туризм 5.2 и следующее туристическое обслуживание. То есть у нас здесь идут различные базы и палаточные лагеря для походов, экскурсий, ознакомления с природами, туристическое обслуживание, размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, размещение различных детских лагерей. То есть, если мы с вами выбираем код 50, то он в себя включает все остальное, в том числе то, что мы сейчас перечислили. Для нас этот вид разрешенного использования, ну, такой наиболее приемлемый, потому что он широкий, он в себя включает возможность размещения там как объектов недвижимости, так и движимого имущества, вот как, допустим, глэмпинги, переносные конструкции. И когда мы выбираем земельный участок у продавца, либо у ориентатора, который может нам переуступить право аренды, мы обращаем внимание на сочетание характеристик, категории и вид разрешенного использования. То есть это если мы берем участок у частного лица. С классификатором разобрались. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, что нам еще вообще пригодится. Есть у нас еще такой сайт, как Федеральная информационная система территориального планирования. Это уже более глубокий анализ земельного участка. Кстати, у нас сейчас с вами поступили вопросики в чат по поводу публичной кадастровой карты и кадастровой номера. Я сейчас открою, и мы уже на примере конкретного пользователя попробуем посмотреть. Так, попробуем посмотреть. Сейчас откроем чат. Я сейчас копирую кадастровый номер, который у нас пришел самым первым. Сейчас все верно, что у нас карта зависла, это так и должно быть. Да, это действительно так, потому что база Росреестра, к сравнению, публичная кадастровая карта не очень удачно работает. Она так и выглядит. То есть мы сейчас... ...выгрыская область, Осташевский район, деревня Бараново. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим категорию земленаселенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства. Вот что сразу могу сказать про этот участок. Здесь у нас идет вид разрешенного использования, который не подходит для предпринимательской деятельности. То есть вы, ну чисто теоретически, конечно, можете этот земельный участок разбить на мелкие участки. У каждого из них будет свой кадастровый номер, будут домики стоять, и вы будете просто, как, допустим, физическое лицо, сдавать их в аренду. Формально законодательством это не запрещено, сдавать свой собственный жилой дом в аренду другим людям. Но сразу вас хочу предупредить, как только у вас там на сайте Booking или каких-то других агрегаторов, или там в Авито, где угодно, начинает появляться позиционирование вашего эко-отеля, как именно отеля, базы отдыха, глэмпинга, какого-то туристического места... ...выгинственные услуги. Ну, только как только вы начинаете оказывать гостиничные услуги, вам нужно пройти классификацию. А классификацию, я как понимаю, ну, то есть, вот мы классифицируем, то есть сейчас обязательно система классификации. Ее нельзя пройти на землях индивидуально-жилого строительства. Ну, то есть ее документы не пройдут. Абсолютно точно. Мы сейчас попробуем с вами обновить личную кадастровую карту. Ну, вот он вроде бы вырисовывается уже, этот земельный участок у нас. Давайте теперь мы с вами на этом же конкретном примере. Получается, это у нас Оставшевский район. Сейчас я себе помечу, но сейчас мы будем выходить в другую систему. Насташ. Екатерина, а вот вопрос, да? То есть у нас есть глэмпинги, у нас есть гостиничные услуги. Сейчас пока глэмпинги не приравниваются к гостиничным услугам. То есть пока что это относит, ну, многие открывают аквет себе кемпинг. Ну, знаете, может быть, что есть такой аквет, да, кемпинг. И вы можете, ну, вот сдавать как в аренду, там, я не помню, как это называется, ну, то есть модули. Модули. Да. То есть ростуризм говорит о том, что, да, скорее всего, глэмпинги в будущем приравняют к гостиничным услугам, потому что они их оказывают, там, рестораны, да, есть, есть там спа, бани, то есть по сути дела это гостиничные услуги и модули жилые. Но сейчас пока они не, ну, вот по законодательству, их можно отнести как автодом, да, вот сдают, глэмпинги делают. То есть в этом случае на индивидуальном жилом строительстве на ИЖСе можно ставить или все-таки нет? Вот я как юрист склоняюсь, что нет, потому что без рекламы вы клиентов туда не привлечете, а как только вы даете рекламу, вы автоматически уже подводите под нецелевое использование земельного участка. То есть у нас на ИЖСе допускается размещение жилого дома и на дворных построек, которые предназначены для обслуживания жилого дома. Если мы говорим о глэмпинге как самостоятельном объекте размещения, пусть даже это переносные конструкции, пусть даже это модульные конструкции, все равно назначению ИЖС это не соответствует. И как только... Нецелевое использование получается, ну, то есть могут признать, что у вас нецелевое использование земли и... Здесь еще какие риски есть? Вот нецелевое использование земли, оно подпадает под ответственность по статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Это использование участка не по целевому назначению. Какие там штрафы? Ну, вот если у вас участок физическое лицо, я, кстати, как юрист вам всегда советую все имущество приобретать на физлиц. Потому что если речь дойдет о штрафах, на юрлиц гораздо больше ответственность сложится с точки зрения финансовых рисков, плюс, если у нас есть, допустим, юрлицо и есть генеральный директор, огромное количество ситуаций, могу вам назвать, когда проверяющие органы штрафовали и гендиректора как должностное лицо и само юридическое лицо, то есть по сути два штрафа. И это не рассматривается как двойная ответственность, потому что должностное лицо несет ответственность за то, что он как руководитель не досмотрел, допустил нецелевое использование, а юрлицо это у нас самостоятельный субъект предпринимательской деятельности, соответственно и штраф на юрлицо тоже накладывается. Так вот, один из случаев вам могу привести в другом регионе, вот я сама нахожусь в Санкт-Петербурге, у нас здесь офис, в другом регионе у нас обращались клиенты, у них была история, что они купили участок сельхозназначения, меньше года прошло с момента сделки, к ним уже пришел Россельхозназор за то, что они не используют участок, на агент-директора наложили штраф 200 тысяч и на юрлицо 200 тысяч, итого 400 тысяч рублей. В судебном порядке им, конечно, удалось это снизить, ну, до каких-то там разумных пределов, но тем не менее 400 тысяч, вот представляете себе, такой штраф прилетит у вас в самом начале карьеры, когда у вас еще участок-то вообще даже не приступали к освоению. Так вот, если мы говорим о штрафах, значит, что у нас по физлицам, по физлицам у нас идет минимальный штраф 10 тысяч рублей, а вообще он исчисляется от кадастровой стоимости от 0,5% до 1% кадастровой стоимости, для должностных лиц это от 1 до 1,5%, но не меньше 20 тысяч рублей, и для юрлиц у нас от 1,5 до 2%, но не менее 100 тысяч рублей. То есть, как только у нас с вами переходит участок на юрлицо, у нас с вами сразу штраф увеличивается в 10 раз. Физлицо минимальный штраф 10 тысяч, юрлицо минимальный штраф 100 тысяч. А вот если... Я перебью сразу вопрос, то есть на физическое лицо мы регистрируем и потом сдаем в аренду юридическому лицу на ведение там уже деятельности. Так, да, делается? Ну, можно так, да. Либо у вас, собственно, не должен быть физлицо, и потом уже юрлицо вы сдаете именно для ведения деятельности, чтобы у вас, на ваш, как на собственников был штраф там минимальный. Вот, например, конкретно по данному земельному участку у нас кадастровая стоимость установлена. Это, кстати, хорошо, потому что, когда вы будете свои земельные участки проверять, если бы она была не установлена, такое бывает, Росреестр иногда пропускает и не заполняет эти строчки, то в случае отсутствия кадастровой стоимости на юрлиц минимальный штраф идет от 100 до 200 тысяч рублей, а на граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Вот в этой диапазоне. В данном случае у нас идет кадастровая стоимость 1 156 000. Соответственно, если мы берем 2% от кадастровой стоимости, ну вот, сразу посчитайте. 1% это у нас 11 000, грубо говоря, но где-то 22 000 штраф, это самый минимальный будет. Ну, не меньше, ну, это в любом случае, да, это самый минимальный, но они могут взять и ту градацию, которая в КОАПе, в кодексе административных правонарушений установлена, они могут сразу взять минимальный 100. То есть это действительно риски достаточно большие. Сейчас мы с вами, я вам сейчас еще продемонстрирую, что еще мы можем на публичной кадастровой карте посмотреть. Вот здесь есть такие деления, есть такая вкладка «Слои». Вот на этих слоях вы можете посмотреть границы муниципальных образований, населенных пунктов, зоны с особыми условиями использованной территории, территориальные зоны, дополнительные сведения. Можете подключить спутник. Вот у нас сейчас он подключен на космические снимки, можно его выключить, и мы тогда будем просто видеть эту карту. И вот если мы, например, с этими подключенными слоями нажмем на наш земельный участок, то мы увидим, что во-первых, этот участок находится в границе прибрежной защитной полосы озера. Это вот у нас первые из пяти характеристик этого участка. Во-вторых, мы увидим, что это граница муниципального образования Тверская область, кадастровый квартал с определенным кадастровым номером, кадастровый район Осташковский и кадастровый округ Тверской. То есть вот если мы сейчас отмотаем назад, посмотрим вот это, то, что нас интересует, зоны с особыми условиями использованы территории. Значит, по водному кодексу не установлены ограничения по 65-й статье, то есть мы можем сразу после этой информации заглянуть в 65-ю статью и посмотреть, что там можно, что запрещено. И то, что эта зона с особыми условиями использована территорией, которая влияет на застройку земельного участка. Например, вот здесь вам могут не зарегистрировать объект недвижимости, если он не оборудован септиками, то есть вас могут попросить представить документы, что у вас есть определенное оборудование очистное, что установлено это определенной подрядной организацией, что вы не допускаете и там исключено от заражения год. То есть это вот все возможно. А если не указана кадастровая стоимость, что делать? Необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о верификации сведений. То есть кадастровая стоимость по закону должна быть у каждого земельного участка. И если ее нет на публичной кадастровой карте, это значит недосчет Росреестра. Здесь Росреестр должен поработать и непосредственно внести эту стоимость в ЕГРН. Вот когда мы первично такой срез сделали грубо, да, вот посмотрели по публичной кадастровой карте, это очень грубые вещи, потому что публичная кадастровая карта, несмотря на то, что у нас практически все зоны здесь подключены, чем она на данный момент не очень хороша. Дело в том, что сюда вносятся сведения только о тех зонах и о тех территориях на описание границ, которых нашлись в бюджете средства. То есть если вы здесь в какую-то охранную зону, например, газопровода, линия электропередач, если вы ее здесь не видите, это не значит, что ее нет вообще. Это значит, что просто до нее пока не дошли руки. Вот. И поэтому публичная кадастровая карта, если вы будете пользоваться только этим информационным ресурсом, она вам мало что даст. Это достаточно такое грубое исследование земельного участка на какие-то ключевые вещи, которые вот прям сразу бросаются в глаза. Если мы с вами пойдем дальше и посмотрим, есть еще один такой сервис, называется ВГИСТП, Федеральная государственная информационная система территориального планирования. Здесь этот уже сервис, он, к сожалению, пока не синхронизирован с публичной кадастровой картой. Здесь мы можем посмотреть только те документы, которые отдельно от кадастровой карты существуют. Это, например, генеральные планы, правила землепользования застройки, то, что дает нам понимание, а возможно ли, вот, например, наш участок ИЖС перевести в другое назначение. Как мы сейчас с вами это будем делать? Мы заходим в раздел документы, поиск по территориям, у нас здесь выпадает меню. Сейчас видно, да, все, ничего не зависает? Да, видно, видно, все. Выбираем Тверская область. Далее Асташкинский район. Сейчас он нам здесь покажет. Вот Асташковский. Далее у нас идет поселение сельское, Ботовское. Как раз вот она у нас выпадает. И мы смотрим, какие документы должны быть в Ботовском поселении. Вот конкретно, что у нас есть на данный момент. Вообще, это вот этот сайт в ГИСТП, он очень важный вообще для любого землевладельца, потому что это официальный сайт, на котором обязаны органы местного управления размещать как действующие, так и планируемые генеральные планы, правила землепользования и застройки, по которым вы можете заранее оценить риски, что вас ждет вообще с конкретно вашим земельным участком. То есть, что у нас на сегодняшний день есть? У нас есть действующие редакции генерального плана, который аж в 2012 году утверждался, это очень давно. Есть правила землепользования и застройки. Почему-то несколько действующих редакций от 6 и 11 мая 2014 года, аж прям несколько раз они сюда закачаны, но очень странно. И есть у нас проект, который был сюда занесен в 2017 году, но так и не был реализован, не был утвержден. Такое бывает. Бывает, что действительно несколько лет генеральный план или правила землепользования и застройки не могут утвердить, потому что госорганы не могут между собой договориться, какую территорию, к какому статусу относить. Где-то дорожники не согласны, где-то лесники, где-то выявляются памятники истории и культуры, которые раньше нигде не фигурировали, но от которых будут построены охранные зоны. Где-то особо охраняемые территории создаются, либо уточняются уже границы существующих. Поэтому давайте начнем с генерального плана. Генплан – это документ, который вообще по Градкодексу может приниматься на срок до 25 лет. То есть это документ территориального планирования, который можно менять хоть каждый год, это не запрещено, но стратегически он принимается именно на долгосрочный период, на срок до 25 лет, чтобы можно было понимать, куда в принципе будет двигаться градостроительная ситуация в муниципальном образовании. Если мы сюда с вами провалимся, посмотрим, из чего же наш генеральный план состоит, то мы увидим, во-первых, когда он был утвержден, то есть вот он, утвержденный документ, тип документа, с кем можно пообщаться на данный документ. И вот здесь будет такая вкладочка «Данные». Здесь различные у нас будут документы, то есть карты, пояснительные записки. Ну, карты здесь просто обозначены как листы. Давайте начнем с вами по порядку смотреть, что у нас здесь. Например, лист 1. Сейчас посмотрим, что он у нас выдаст. Сейчас мы попробуем его увеличить. Сориентируйте меня, пожалуйста, где наш земельный участок. Деревня Ботова у нас там, да, по-моему, была. Ну вот если это деревня Ботова… Деревня Бараново написано. Бараново? Бараново. Так. А у нас слушатель может включить микрофон, подсказать меня, куда будем двигаться. Ну да, конечно, может, просто вот тогда подключитесь. Я не знаю, слышно меня. Вот деревня Бараново, все, ага, нашли. Просто у нас не видно, не видно следующей страницы. У нас вот и висит на листе 1. Так, у вас висит список? Да. Вот, вот это тогда странно. Давайте я тогда сейчас еще раз остановлю демонстрацию экрана и заново запущу. Это тогда получается именно вопрос зума. Так, что сейчас? Да, теперь видно. Отлично. Значит, сейчас мы видим на карте вот эту деревню Бараново, видим границы населенного пункта. Мы видим, что ваш земельный участок попадает в эту границу населенного пункта. Вот он, правильно я показываю? Ну да, скорее всего. Вот, но здесь пансионат хижина рядом с вами располагается. Вот он и есть. Вот он и есть. То есть, он действительно входит в границу населенного пункта. Но здесь есть, как мы с вами видим, вот эти вот круги. Это у нас могут быть различные охранные зоны. Вот здесь есть пунктирная линия, есть розовая, есть вот здесь вот сеточки различные. Что мы здесь можем сделать? Когда мы с вами смотрим такие генеральные планы, вот здесь вот такие есть условные обозначения, они везде разные. То есть, каждый генеральный план абсолютно любого муниципального образования вы откроете и увидите, что цвета разные, названия зон разные и содержания зон разные. Поэтому каждый раз мы с вами на этих листах должны найти обозначения. То есть, розовая это у нас граница сельского поселения, красная граница населенного пункта. Действительно, ваше участок входит в границу населенного пункта. По функциональным зонам он относится к зоне застройки с жилыми домами. И вот если мы с вами посмотрим на этот генеральный план, мы с вами увидим, что зон, допустим, рекреации или туризма, вот они зелененькие обозначены, да? Если мы попадали вот в такую зелененькую зону, мы могли бы себе турбазу, дом отдыха, пансионат абсолютно спокойно сделать, изменить даже назначение там и разрешенное использование, может быть, даже категория. Причем вот эти зоны, они могут находиться как в границах населенного пункта, так и за границей населенного пункта. То есть, на основании того, что если бы у нас в генеральном плане была не вот такая розовая, как жилье, а вот такая зелененькая зона, то здесь уже можно было бы ставить вопрос о том, чтобы привести вид разрешенного использования в соответствии с генеральным планом. Но помимо генерального плана у нас есть еще один документ. вот, так, сейчас я еще раз запускаю демонстрацию экрана. Видно сейчас, да? Ну, список был. Список, вот. Значит, есть у нас еще правила землепользования застройки. Возьмем последнюю редакцию 2014 года. То есть, вот по генплану, пока здесь загружается, получается, что у нас там были различные охранные зоны, которые дополнительно надо изучить, чтобы понять, насколько вообще этот участок приходит для застройки. Потому что то, что мы увидели на публичной кадастровой карте, что он, допустим, для жилья, абсолютно не факт, что вы там сможете построить жилье. Потому что если есть охранные зоны, например, вот как у нас сейчас в Ленинградской области, очень много валютных аэропортов ставят свои охранные зоны на учет. То есть, там никаких военных самолетов даже не летает, а охранная зона есть. И люди попадают в эти зоны, они вообще делают свои участки непригодными для застройки. Ни для ИЖС, ни для коммерции, ни для промышленности. И, по сути, люди вкладывают землю, деньги покупают землю, а построиться потом не могут из-за охранных зон. Поэтому здесь генеральный план, конечно, нужно очень детально анализировать, чтобы понять, а можно ли вообще что-то там построить. Вот. Значит, вот есть схема у нас, правила землепользования застройки. Посмотрим, что она из себя представляет. Сейчас, если она не откроется, вы мне тогда скажете. Сейчас, пока она скачивается. Здесь, кстати, архивный будет файл. Видимо, несколько будет документов. И мы с вами сейчас прямо пройдемся по этим правилам землепользования застройки и посмотрим, что там вообще есть. Схема зон с особыми условиями, используя территория. Ну, это вот как раз... Сейчас видно, да, картинка? Нет, не поменялась. Не поменялась. Так, сейчас зону тогда захожу. Да, карта. И вот здесь вот мы с вами сейчас найдем, опять же, вашу деревню, ваш земельный участок. И уже более посмотрим, более подробно, что это у нас с вами за зоны. Вот, например, здесь есть такая прям ярко-синяя зона. Есть такая голубенькая. Вы видите, здесь они отличаются по оттенкам и по толщине. Каждая из них имеет свою роль. Есть вот такая вот розовенькая, которая идет по краю. Если мы, опять же, уйдем в условное обозначение, здесь мы уже сможем посмотреть более подробно. То есть синий пунктир, это у нас водоохранная зона. Синяя непрерывистая линия, это зона охраны источников объектов питьевого водоснабжения. Чем она ярче, тем сильнее строгость правового режима. То есть первый пояс, второй пояс, третий пояс. Потом у нас мы видели вот такая розовенькая, это граница сельского поселения. И можем видеть абсолютно разные, то есть обеспеченность по озеру Селигер, прибрежно-защитные полосы, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, кладбищ, нефункционирующих промышленных предприятий, ТБО, инженерных сельхозобъектов. Дальше у нас идут обозначения функциональных зон, зоны рекреации. То есть мы с вами вот это вот все можем наблюдать. И когда мы с вами изучаем вот это в ГИСТ-ТП, сейчас видно, да? Мы снова вернулись во ГИСТ-ТП. Значит вот здесь и правила землепользования застройки и генеральный план у нас имеет вообще принципиальное значение, потому что если мы захотим поменять, например, вид разрешенного использования для, вот как мы говорили, отдых-рекреация 5.0, но правила землепользования застройки нам этого не будут позволять, то, соответственно, мы деятельность, конечно, можем вести, но понимать, что к нам иногда рано или поздно могут прийти. И вот еще один из вопросов, который часто задают, а кто вообще придет? И приходить у нас может несколько категорий проверяющих органов. Это администрация, они осуществляют муниципальный контроль и в дальнейшем передают материалы проверки либо в Росреестр, либо в Россельхознадзор в зависимости от категории земель. Может, опять же, если вы на землю сельхозназначения решили разместить там глэмпинги, это может прийти Росреестр, Росреестр может по абсолютно любым категориям земель проводить проверки по нецелевому использованию, может приходить прокуратура, то есть огромное количество проверяющих органов, которые к вам могут прийти. Обычно еще можно встретить такое возражение, что, например, там мораторий на проверки установлен, например, в течение первых трех лет с момента регистрации юрлица, и многие думают, что если они вот-вот зарегистрировали юрлицо под конкретный проект, то проверок можно не опасаться. Это не так. Потому что, к сожалению, сейчас у нас очень много госорганов работают вместо кассиров, и задачу перед собой ставят собрать как можно больше денег в федеральный бюджет. Поэтому у них есть специальные методики, к сожалению, они существуют, когда при помощи подставных лиц инициируются жалобы, что, например, вот там на таком-то земельном участке мы увидели мусор, допустим, гражданин Иванов Иван Иванович пишет тому же прокурору, я проходил мимо такого-то земельного участка, обнаружил какой-то пакет с непонятным веществом, мне показалось, что это ртуть или какие-то радиоактивные отходы. Проведите, пожалуйста, проверку, а что там вообще на этом земельном участке происходит? Ну, то есть откровенно подставное заявление. На самом деле ничего там не происходит, просто нужно проверить. А что в этой ситуации нам говорит закон? Нам говорит закон, что если есть угроза жизни, здоровью людей, там, третьих лиц, то проверка может проводиться во внеплановом порядке, вне зависимости от вот этих вот каникул, которые установлены в течение трех лет, с момента регистрации юрлица. То есть как только у нас в заявлении появляется фраза, которая потенциально может свидетельствовать о том, что будет причинен вред, угроза, там, жизни, здоровью человека, все, все никакие моратории на проверке не действуют. Автоматически может проводиться проверка с извещения, конечно, юрлица, но она уже будет внеплановая. Здесь уже будут другие правила игры, и к вам, когда приходит внеплановая проверка, они могут проверять все. Не обязательно то, что написано в заявлении. Там в заявлении написали, что там в пакете какие-то странные вещества, им показалось, что так существуют они. А проверять могут весь земельный участок. И все нарушения, которые они установят во время этой проверки, даже если они не связаны с содержанием вот этого фиктивного заявления, то это все может быть вам вменено в вину. Поэтому здесь, даже если вы считаете, что, допустим, регистрация какого-то нового юрлица, вы себя обезопасите, потому что будет моратория на проверке, это не так. К сожалению, вот есть подставные люди, при помощи которых инициируются эти заявления в органы власти, там, в органы проверяющие, по итогам которых к вам приходят, просто так внеплановую проверку устраивают и могут наложить штраф и установить вот это нецелевое использование. Вот, потом еще о чем хотела предупредить по поводу порчи-почвы. Вот многие люди, которые подбирают себе земельные участки, они считают, что, если, например, они разместили конструкции не на фундаменте, модули какие-нибудь, то они себя полностью обезопасили. Опять же, это не так. Есть такой приказ Минприроды еще 10-го года, от 8-го июля 10-го года, номер 238. Он называется об утверждении методики исчисления размера вреда причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды. И вот в этом приказе конкретно говорится о том, как рассчитывать этот ущерб и что вообще понимать под ущербом. Допустим, сняли верхний плодородный слой, ущерб. Даже если не сняли, а просто установили этот модуль, как есть, просто на почву, перекрытие почвы. Перекрытие – это тоже ущерб, потому что почва как бы пересдает дышать, перестает формироваться плодородный слой, тоже считается ущербом. Так вот, вам просто для примера. У нас, ну, буквально там несколько месяцев назад был случай в суде. Мы нашему клиенту переводили земельный участок из категории сельхозназначения в категорию промышленности. И у губернатора зависли на подписи документа практически на год. И вот пока этот год шел, пока там губернатор нам все эти документы подписывал, пришла проверка с сельхозназора. Установили, что он не использует участок по целевому назначению. Обязали его выполнить проект рекультивации, потому что он уже готовился к переводу, ну, и как бы, по сути, оставалось только подписи дождаться. Поэтому, разумеется, он начал уже осваивать этот участок под склады, как земли промышленности. В итоге они ему вменяли административное нарушение. А следом, когда он оплатил штраф, что у нас такое оплата штрафа? Оплата штрафа – это признание вины. Вам выписали там какой-то штраф в 10 тысяч рублей, вы думаете, ну, что там такое 10 тысяч, пойду, заплачу. Как только вы оплатили штраф, значит, вы признали вину. И вот после того, как он оплатил этот штраф, к нему, конечно, прилетает иск от того же Росельхознадзора о возмещении вреда по вот этой методике исчисленного на 1 гектар 9 миллионов рублей. А нарушение состояло в том, что в почве при взятии лабораторных проб нашли вещество бензопирен. Это такое вещество, которое имеет свойство накапливаться в почве и образуется от выхлопных газов. То есть это не то, что там наш клиент что-то делал такое страшное на участке, что у него этот бензопирен в почве образовался. Просто у него участок изначально у дороги с достаточно интенсивным движением. И этого бензопирена там, разумеется, много, потому что просто он находится у дороги. И 9 миллионов рублей выставили иск. Нас в этом деле, учитывая, что штраф уже был оплачен, спасло только то, что был установлен в довесок к штрафу еще обязанность выполнить рекультивацию земель и срок для предоставления проекта рекультивации по административному делу еще не наступил. То есть судья отказала в иске по мотивам преждевременности, что поскольку человек еще не провел рекультивацию, пока еще рано ставить вопрос о наличии вреда. Возможно, что этот вред будет исчерпан не путем оплаты этих 9 миллионов рублей, а путем рекультивации. И вот на этом основании выске отказали, не усмотрев как бы причинно-наследственной связи. Но это вот как временная мера. То есть как только к вам приходит штраф, вы никогда не смотрите на сумму. Там если, конечно, большая сумма 200, 300, 400 тысяч, да даже 100 тысяч, разумеется, вы пойдете это обжаловать, потому что услуги юриста в данной ситуации там будут стоить дешевле, чем оплата штрафа. А вот самое опасное, это когда накладывается маленький штраф. Вот на вас маленький штраф наложили, вы пошли его заплатили, потому что, разумеется, проще заплатить, чем нанимать юриста. Но это в несколько раз будет дороже. А как только вы оплатили штраф, все, для них это зеленый свет к исковому производству. Потом еще один из моментов, таких тоже неприятных есть, это леса. Очень много у нас глэмпингов, эко-отелей находятся либо на границе лесного фонда, либо вообще в самом лесном фонде. И вот что здесь у нас происходит? Здесь у нас происходит, что тоже есть методика, особенность возмещения вреда, причиненного лесам, по постановлению правительства от 29 декабря 2018 года. Там тоже есть своя методика исчисления вреда. Так вот, тоже скажу вам один пример, тоже из нашей практики. У клиента было земельное участие сельхозное назначение, какие-то там неизвестные леса, вообще участок пустой, даже ни клэмпингов, ни эко-отелей, ничего там не существовало. Участок пустой, была между ним и лесом противопожарная полоса организована, но тем не менее, летом была высокая температура, произошел пожар. Откуда он произошел, пожар, никто не знает. Может кто-то спичку бросил, может кто-то там окурок кинул, может это просто там воспламенение произошло, может это в лесу произошло, а может на участке сельхозное назначение, об этом никто не знает. Но факт остается фактом, потому что когда приехали проверяющие, почему-то они решили, что не с леса пожар перебросился на участок сельхозного назначения, а с участка сельхозного назначения пожар перебросился на лес и причинил вред деревьям. То есть никто, по сути, не установил источник пожара, где этот источник находился, на участке нашего клиента, который сельхозное назначение, или на участке лесного фонда. Но при этом человеку выписали штраф 5000 рублей, там у нас собственник физическое лицо, человек 5000 рублей оплатил, даже не заметив, ну штраф и штраф 5000 и 5000, а вторым этапом уже иск прилетел, больше чем 3 миллиона рублей, и взыскали, потому что оплатил, значит признал свою вину. И взыскали как раз, почему очень тяжело в таких исках участвовать, и вообще защищать позицию клиента, потому что вот эта методика, ну фактически это калькулятор, то есть методика из чего состоит, там допустим пункт 1, например, хвойная порода леса, так написали там хвойная порода леса, такой-то ущерб, там пункт 2, возраст дерева, там например 5 лет или 50 лет, тоже там разный ущерб, там пункт 3, где это дерево находится, в обычном лесу, либо там особо охраняемой территории, соответственно коэффициенты повышающие, либо понижающие применяют, то есть просто берется формула, в эту формулу подставляются значения и характеристики леса, и вот такие вот суммы выходят, и это не размер, вот чтобы вы понимали, да, бывает допустим ситуация, когда взыскиваются неустойки в суде, вот по неустойке, лицо может попросить суд снизить размер неустойки, поплакаться, там слезу пролить, сказать, что там тяжелое финансовое положение, или то, что размер неустойки не соразмерен там с серьезностью вреда, причиненного заявителю, здесь так не поплачешься, здесь есть методика, есть формула, есть четкий твердый расчет, то есть здесь единственное, с чем можно спорить, это с наличием причинно-следственной связи между вредом и действиями конкретного собственника, то есть устанавливать вот как раз причину этого пожара, то есть не дай бог, конечно, этот пожар там происходит, но к сожалению, такое бывает в жизни, и вот здесь уже пошли миллионы, тут уже не 5 тысяч, не 10 тысяч, тут уже реально пошли миллионы, то есть если у вас там допустим окупаемость проекта 5 лет, а в первый год что-то, не дай бог, что-то случилось, все, вы уже сразу там с 5 лет перешли на цикл окупаемости 10 лет, поэтому здесь, конечно, вот очень важно соблюдать все противопожарные мероприятия, важно понимать, какая у вас почва, какие земли, вот многие все-таки используют земли сельхозназначения, потому что сейчас у нас вроде бы как идут послабления, какие-то подвижки в законодательстве, что там сельский туризм, понятие сейчас введено в закон о туристической деятельности, но пока никто еще не прописал в земельном кодексе, что земли сельхозназначения можно использовать для туризма, поэтому все, что вы делаете на земли сельхозназначения, это всегда риск, не дай бог там какой-то ущерб, или просто там к вам пришли проверяющие, у вас стоит модульная конструкция, и допускается перекрытие почвы, все это сразу прошли миллионы. Маленький штраф сначала административный, а потом миллионы в качестве ущерба. Вот, поэтому вот здесь, конечно, очень внимательно нужно смотреть, анализировать и публичную кадастровую карту, и выписку из ЕГРН, и сайт вот этот в ГИСТП, смотреть генеральный план, правила землепользования и застройки. Очень часто бывает так, что даже этих ресурсов недостаточно, чтобы точно сказать, подходит участок к покупке или использованию под гостиницы, отдых, рекреацию, или не подходит. Потому что очень много чего не отражается, что-то пропускают, что-то забывают отразить. У нас была история, когда забыли на генеральном плане и правила землепользования и застройки отразить памятник истории культуры. У него еще охранная зона официально не была установлена и внесена в сведениях ЕГРН. Разработали правила землепользования и застройки, генплан, выдали нашему клиенту разрешение на строительство. А потом пришла прокуратура и сказала, когда уже пошел человек регистрировать, уже там все построено было, пришла прокуратура и сказала, а у вас здесь охранная зона памятника истории культуры. Все, земельный участок истребовать в пользу Российской Федерации. У вас право собственности здесь возникло незаконно. То есть человек купил землю, человек построил объект, построил с разрешением на строительство и в итоге остался без ничего. Потому что кто-то забыл нанести на документы вот эти охранные зоны, даже хотя бы приблизительно до момента их установления. И это достаточно большой риск, потому что вы никогда на 100%, ни в одном земельном участке на 100% уверены быть нельзя. И вот когда принимается решение, допустим, о покупке какого-то участка, я как юрист советую закладывать на сделку примерно полтора-два месяца, чтобы все проверить. То есть мы здесь сначала пользуемся открытыми информационными ресурсами. Мы сейчас пока с вами только посмотрели такие публично-кадастровые карты, в ГИСТП, есть еще ФИАС, Федеральная информационно-адресная система, есть еще у нас сайты судов, где можно проверить, насколько этот участок участвовал в судах по различным собственникам. Есть у нас еще Госфонд данных просрегистра, где мы можем проверить, что это за земельный участок, к какому статусу он относится, правильно он образован в этом месте, или то местоположение, которое вы видите, это, например, результат какой-то реестровой ошибки. Ведь бывает очень много земельных участков, особенно вот после 2005 года, выделялись в качестве земель сельхозпоев, сельхозпредприятий. Вот выделялись эти земельные участки, умные кадастровые инженеры решили, что можно выделить участок не там, где долевая собственность, а, например, в том месте, где более интересно, там к водоему, к реке, там на первой линии где-нибудь. И вот с одной стороны показывали проустанавливающие документы, что у меня есть пай земельный, я имею его право выделить, а сажали эти участки совершенно в другие места, под видом исправления реестровой ошибки. Росреестр это пропускал, и очень легко купить участок, который на самом деле в этом месте вообще никогда не формировался. Очень легко. И вы это не подчеркнете ни из публичной кадастровой карты, ни из ГИСТП. Это надо будет садиться в архивы, в Росреестр. Там есть отдельный архив, называется Государственный фонд данных землеустройства. Проверять, мог ли бы там образоваться этот земельный участок, поднимать межевой план, акты согласования границ, ехать в местную администрацию, спрашивать там, допустим, чья дорога ведет к земельному участку. Не получится ли так, что надо будет устанавливать частный сервитут, платить рубль за въезд, а два за выезд, чтобы ваши клиенты платили, которые к вам будут приезжать. Вот это все надо будет анализировать. Делать запросы лесникам, потому что бывает так, что граница населенного пункта по документам числится как населенный пункт. Это по данным, допустим, Росреестра и по данным генерального плана. Если вы посмотрите судебную базу, судебную картотеку, огромное количество ситуаций, когда генеральные планы и правила землепользования и застройки в суде признаются недействительными, потому что, по мнению Рослесхоза, они накладываются на земли лесного фонда. То есть, допустим, глава администрации решил там сделать зону ИЖС или зону рекреации в границах населенного пункта. А лесники сказали, извините, а по нашим планшетам это наш лес. Все. Вы с нами это не согласовали или согласовали как-то неправильно. Ну вот, идем в суд, все признаем, ваш генеральный план полностью недействительным. Огромное количество таких ситуаций. В одной Ленинградской области там 5-7 дел каждый день аналогичных рассматриваются. То оспариваются генеральные планы, то правила землепользования и застройки, то проекты планировки, проекты межевания территории. Плюс вот эти все выявленные объекты культурного наследия. Что-то стоит на учете, а что-то не стоит на учете. Иногда бывает так, что земельный участок отводится, например, со стороны госоргана, со стороны администрации. Люди копнули эскаватором, а там чьи-нибудь останки или какие-нибудь там побрякушки лежат, какие-то там клады. И вот такой земельный участок достался. Как только эти объекты там обнаружены, все автоматически, человек выходит на культурно-историческую экспертизу. И пока эту экспертизу не проведут, пока не вынут все эти останки из границы земельного участка, с участком ничего делать нельзя, ничего не построить. И от этих рисков абсолютно никто не застрахован. Вот обычно меня там спрашивают, а можно ли там на 100% гарантированно проверить участок? Нельзя. Вот на 95% можно, а вот на 100% нельзя. То есть мы с вами можем там составить пакет запросов в Рослесхоз, там в Комитет по природным ресурсам региона, в администрацию района, в администрацию поселения, в Росреестр, в Госфонд данных, максимум информации запросить, получить градостроительный план участка, проверить его границы на местности. То есть вот полтора-два месяца мы можем готовить участок сделки, допустим, отсея 95% рисков, но 5% мы не отсем никогда. Потому что есть человеческий фактор, когда документы теряются, есть человеческий фактор, когда документы заменяются в Росреестре, такое тоже бывает, когда вместо одних листов в дело подкладываются другие листы, и обнаруживается это лет через 10-15, когда кто-нибудь садится в тюрьму группой лиц. Такое тоже бывает. У нас вот была история, когда участок люди купили по старому свидетельству о собственности, отмежевали, все в порядке, Росреестр всю сделку провел, люди построили там объекты недвижимости, забор за несколько миллионов рублей, а потом приходит их с администрацией и говорят, а вам этот участок не отводилось, вернее не вам, а предыдущему продавцу, продавец-то в тюрьме, за что? За то, чтобы отдельные документы использовал для регистрации права. А эти бланки в свидетельство старого образца, их же оставалось очень много, были бланки такие так называемые белые или розовые свидетельства, которые всегда выдавались в двух экземплярах, один на руки, другой оставался в архиве, либо в администрации, либо потом в Росреестр передавался. И вот когда выяснили, что второго экземпляра нет, а человек там сидит в тюрьме, и таких случаев было много по району, администрация предавила иск о сносе объекта недвижимости, сносе забора, освобождении земельного участка и с требования участка в муниципальную собственность. Ну, к счастью, вот в конкретной ситуации мы с ними заключили мировое соглашение, мы разложили по полочкам, в чем заключается их интерес. Интерес у них заключался исключительно финансовый, в том, что они утратили право на участок, который могли бы продать или сдать в аренду от имени государства. Пригласили эксперта судебного, эксперт посчитал, за какую сумму по рынку они могли бы этот участок продать, и мы с ними заключили мировое соглашение, оплатили им рыночную стоимость участка, которую определил эксперт, но, по крайней мере, остались и с землей, и с объектами, потому что сносить эти объекты было бы гораздо дороже, чем просто заплатить еще один раз выкупную стоимость участка. Поэтому вот на 100% никогда нельзя быть уверенными. Еще, допустим, у нас была история, приходит человек, говорит, тут мне предлагают такой интересный участок по переуступке аренды, можете его там проверить. Ну и там, соответственно, что прописано, что на основании такого-то постановления администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастром плане территории этот участок сформирован, публикация в газете была такого-то числа, соответственно, на основании этого документа заключается договор аренды. Человек идет в библиотеку, не поленился, поднял эту газету, которая была перечислена в постановление, приходит в библиотеку, говорит, дайте мне такой номер газеты, а ему библиотекарь говорит, а за эту дату с таким номером газеты нет. Ну, значит, что это такое? Значит, это просто поддельное постановление. Кто-то сел у себя дома, нарисовал, поддельное постановление, печать за 100 рублей поставил, сформировал этот земельный участок, Росреестр это все пропустил, потому что они не направляют дополнительных запросов, что вы утверждали, вы такой участок или не утверждали. Договор аренды пришли, зарегистрировали, а теперь этот участок перепродают там через третьи руки по переуступке права аренды. То есть, хорошо, вот в конкретной ситуации до сделки они не дошли, потому что это вскрылось. А если бы не вскрылось? Вот, поэтому здесь, я говорю, что никогда на 100% нельзя быть уверенным. Да, давайте по вопросам пробежимся. У нас есть тут вопросы. Вот от Анны Кузнецовой. Можно ли взять в аренду земли участок общего пользования код 12.0, ограничение прав, статья 55.56.1? Ну вот, Анна, смотрите, я вам так могу сказать, к сожалению, то, что вы сейчас видите выписки, там вот эти ограничения, они вам могут ни о чем не говорить, потому что эта статья, она касается любых ограничений, как изъятия земельных для государственных, муниципальных нужд, так и нахождение этих земель в каких-то зонах с особыми условиями использования территории. То есть, если у вас на примете такой земельный участок, вам предварительно обязательно надо будет направить запросы, чтобы они расшифровали, в чем заключаются эти ограничения, и потом уже принимать решение. Ну, как юрист могу вам сказать так, что если вы напишите заявление в администрацию о предоставлении вам этого участка, вы ничего не теряете. Когда вы напишите заявление, потом у вас уже будет ситуация, что они либо вам будут вынуждены согласиться его передать в аренду, либо отказать, и уже по основаниям отказа можно будет более детально посмотреть, насколько этот отказ обоснован. Екатерина, спасибо большое, да, там действительно земля ОТП, вот, и мы подали заявление, вот сейчас на рассмотрении, то есть, скорее всего, ограничения связаны именно с, именно с, отношением к заповеднику, да, я так понимаю? Да, это тоже возможно. Спасибо. Благодарю. Кстати, вот заповедникам, по нацпаркам, могу вам сказать историю, может кто-то слышал, может кто-то не слышал, буквально месяца полтора назад в Сочи было арестовано 11 тысяч земельных участков, которые попали, предположительно, в границы национального парка. 11 тысяч за один день. Представляете, да, себе накал страстей? Ну да. Так, следующий вопрос. Разрешенное использование под иными объектами специального назначения. Как быть с подобным разрешением? Под иными объектами специального назначения. Здесь надо будет вам посмотреть как раз вот правила землепользования застройки, которые мы открывали в Афгист-ТП, посмотреть, в какую зону он попадает, потому что, если в этой зону возможно установить в качестве основных видов использования какие-то другие виды, которые вам подойдут под вашу деятельность, то можно будет написать заявление в администрацию для изменения вида разрешенного использования этого участка и вторым этапом уже, претендовать на заключение договора аренды. А если это участок собственности частного лица и правила землепользования застройки это позволяют делать, то здесь все проще, здесь надо будет подать заявление в Росреестр. Подскажите, пожалуйста, получается, он уже у нас в аренде участок это лесные фонды и там водозабор рядом. Можно ли его использовать под глэмпинг? Вот там рядом. Если у вас лесной фонд, вы можете использовать только то под глэмпинг, где у вас указана земля рекреации, рекреационного назначения, потому что это отдельный вид лесопользования и особенность аренды земель лесного фонда в том, что эта процедура примерно вдвое сложнее, чем взять в аренду участок не лесного фонда. Потому что по лесному фонду, если вы, допустим, в обычных случаях, там процедура состоит из нескольких этапов, сначала формируется схема расположения участка на кадастровом плане территории, потом она утверждается, потом, соответственно, предоставляется земельный участок в аренду на торгах, то в случае с лесным фондом там все сложнее. Сначала вы разрабатываете проектную документацию лесного участка, потом на основании нее формируется межевой план, она утверждается сначала, потом формируется межевой план, на основании межевого плана формируется раздел участка лесного фонда на исходный и остаток, вторым этапом у вас идет заключение договора аренды с резулокцион, потом у вас идет проект освоения лесов, лесная декларация, то есть даже, наверное, не вдвое, а втрое больше документов вам потребуется для участка лесного фонда, чтобы взять его под землей рекреации, но это возможно. Вот я вам сейчас специально, сейчас видно, кстати, демонстрацию экрана? Видно, а если у нас уже назначение рекреационной деятельности, впечатление рекреационной деятельности? Если уже рекреационная деятельность, да, глэмпинг ставить можно, но только места установки, вот эти несоустанарные конструкции у вас должны быть определены проектом освоения лесов, а проект освоения лесов у вас будет согласовываться и утверждаться в комитете по природным ресурсам вашего региона, комитет либо министерство, в зависимости от того, в каком у вас регионе находится земля. Спасибо. И вот, возвращаясь к аренде участков из земель гособственности, есть у нас такой сайт торги.гоф.ру. Видно сейчас, да, экран? Да, 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 видно. Вот, здесь я вам специально сделала выборку, есть описание участка для цели рекреации. И вот у нас он с вами выдал сейчас ряд участков по времени, по дате размещения сортированных. Вот у нас идет Норильск, несколько участков, есть 100 метров, есть 1000 метров, есть 365 метров. Это вот где там, где встречается рекреация. Если мы там с вами пролистаем, допустим, ну не знаю, возьмем там пятую, предположим, страницу. Так, здесь у нас уже ничего нету. Сейчас тогда вернемся. Так, у нас тут только, вот у нас пошла, допустим, пенза. Возьмем, посмотрим это земельное участок, что он у себя представляет. Допустим, земли, сельхоз, назначение, скотоводство. Ну, это никак не подходит под рекреацию. Это вот, вы видите, да, насколько точно работает фильтр на сайте торги.гоф.ру. То есть, по сути, надо тогда будет весь, ну, как бы, весь вот этот список в ручном режиме просматривать и смотреть, что вам интересно, что вам подходит. То есть, у нас это идет вот в этой вкладке сайт, торги, дальше идет аренда и продажа земельных участков. Вот здесь у вас выдаются вообще все земельные участки и по фильтру вы можете хотя бы как-то это сортировать. Ну, допустим, возьмем вот этот. Сейчас у нас, видите, не введена рекреация. Возьмем, посмотрим, что у них здесь есть. Неразграниченная собственность. Введение лично пособного хозяйства в границах населенного пункта, то есть в правом застройке. Но не рекреация. То есть, вот вам, конечно, нужно искать рекреацию, гостиничное обслуживание, отдых, природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, те коды, которые вам прямо точно вот бьют в цель, чтобы вам не промахнуться со штрафами, с проверками. Так, еще у нас пару вопросов. Давайте, наверное, да? Скажите, пожалуйста, где можно взять информацию на какой земле, какие требования к строению? Это можно взять в градостроительном плане. Земельного участка, то есть град-план, это документ, который вам выдается как собственнику участка и представляет собой выжимку из тех ресурсов, которые мы с вами посмотрели из публично-кадастровой карты, из ГИСТП, генеральный план, правила землепользования застройки, дополнительно есть еще проекты планировки, проекты межевания территории. И вот эта вся информация собирается в кущу и выстраивается в град-плане. И в град-плане у вас будет отдельный листок, там будет чертеж границ земельного участка и заштриховано будет место допустимого размещения объекта. Вот так называемое пятно застройки. То есть вы увидите длину, ширину этого пятна, сколько вы можете осваивать, а дальше уже в текстовой части вы можете посмотреть именно высотность, этажность, сколько этажей, какая максимальная высота допустима и какая площадь. Потому что если мы, например, возьмем вот фермерские дома, которые с марта 22 года можно будет строить на земле сельхозназначение, там у нас есть критерия, что это дом не больше 500 метров, там не выше трех этажей, ну и соответственно процент застройки тоже определен. Следующий вопрос, если земля вообще никак не оформлено, нет кадастрового номера, а гостиница стоит? Ну, я предполагаю, что вообще здесь может быть две ситуации, либо гостиница просто самострой, откровенный самострой, такой у нас очень часто в Краснодарском крае встречается в Центре земельных отношений, руководителем которого я являюсь, у нас вообще офисы по всей России, это Калуга, Сочи, там поселок Ильский в Краснодарском крае, находка, Якутск, и вот здесь либо это откровенный самострой, просто люди пришли и построили, непонятно, как они функционируют, либо же это какая-то старая гостиница с утраченными документами на землю, но вот если, например, сейчас некоторый, то раньше, если это какой-то старый объект, скорее всего, были какие-то древние документы, которые могут быть утрачены, может быть, просто надо направить запросы в архивы, в БТИ, посмотреть, каким актом отводилась эта земля, может, это был госакт, может, старое свидетельство на бессрочное пользование, но, скорее всего, этот документ есть, и в этом случае право нужно переоформить, отмежевать участок и переоформить право либо на право аренды, либо на право собственности, потому что у собственника объекта недвижимости, если этот объект недвижимости оформлен и зарегистрирован в ЕГРН именно на праве собственности, у него есть исключительное право на формирование земельного участка в площади и границах необходимо для его использования и эксплуатации. Все. По вопросу мы по всем пробежались. Я бы хотела, чтобы вы немножко подытожили наш сегодняшний разговор по вопросу на каких землях все-таки можно строить. Я, как вы поняла, это земли сельских населенных пунктов категория идет и, ну, наверное, все. Если у нас особо сохраняемая территория объекта это вот такая длинная категория земель, там тоже есть земли и рекреации в качестве подпункта. Вот на них тоже можно строить. И если у нас земля ИЖС, то есть на ней можно вести предпринимательскую деятельность, как вы вначале сказали, то есть можно сдавать домики в аренду, потому что сейчас у нас тоже распространен такой вид бизнеса, и вот он даже форум недавно у нас проходил. Многие участники говорят о том, что мы строим не гостиницу, а строим коттеджи, то есть берем даже в населенном пункте этой земли СНТ или даже земли, которые под СНТ подходят. Там строим коттеджный поселок и сдаем эти коттеджи в аренду частникам на какое-то время, либо это на долгосрочное пользование, либо на короткосрочное, то есть это домики в аренду. И в принципе, я даже спрашивала, как у вас там проверки, не проверки, все говорят, что это в принципе легальная история и все проверки мы проходим. Насколько вот это легально? Аренда дома это легальная история. Действительно, можно сдать в аренду свое собственное имущество, это не запрещено. Тем более, если налоги оплачиваются, но, как правило, вот концепция этого заговора на отдых, она что подразумевает? Какой-то массаж, ресторан, спа-центр, ну, какие-то комфортные условия. Как только они появляются, как только появляется объявление на агрегаторах, что приглашаем вас на нашу базу отдыха, все для проверяющих, это как красная тряпка для быка. Ну, а так, если коттеджный поселок, допустим, функционирует, ну, не знаю, они там маркетинг проводят через свой сайт, куда говорят, что вот так же, просто коттеджи в аренду, есть авито, да, есть авито, есть рнб, то есть квартиры же сдают в аренду. Вот, то есть они, в принципе, если так действуют, то это как легальный бизнес. Это легальный бизнес. Без гостиничных услуг. Если мы говорим уже, идем к гостиничным услугам и открываем соответствующие аквейт гостиничные услуги, то у нас вот только вот эти земли, земли поселя, рекреация и, в принципе, все. Ну, да, вот три категории земель, и все вот с видами разрешенного использования, это гостиничное обслуживание, отдых, рекреация, природно-познавательный туризм и туристическое обслуживание. То есть здесь у вас принципиальный вопрос, это именно категория, вид разрешенного использования и позиционирования в открытых источниках. Как только в открытых источниках появляется, что это не сдача в аренду коттеджа, а замечательный отдых на нашей базе, это уже все. Да, все, мы поняли. То есть с формулировкой не ошибаться здесь нельзя. Хорошо, спасибо. Тогда, я как понимаю, вопросов больше нету. Если возникнут какие-то еще дополнительные вопросы, я как понимаю, можно к вам в личном уже общении обращаться. То есть данные мы скинули вот так, в чат не скинули. Ну, всем участникам в любом случае мы направим письмо об экспертах, об эксперте и запись, ссылку на запись данного вебинара. Можете с Екатериной уже общаться, ну, я как понимаю, в дальнейшем, в личных там сообщениях либо по телефону. Да, можете прямо в интернете набрать Межрегиональный юридический центр земельных отношений, вам в любом поисковике выдаст мой аккаунт в Инстаграм топовый земельный юрист. Каждый день стараюсь публиковать полезные советы для землевладельцев. Ну, безусловно, обращайтесь, если будут какие-то вопросы у нас в регионах, то в регионах у нас тоже есть офисы, которые будут готовы вам с удовольствием помочь. Все, спасибо вам большое, тогда заканчиваем наш вебинар. Вам спасибо. Всем успехов в бизнесе, процветания, побольше клиентов. До свидания. До свидания.